Как в старом доме в глухой деревне создать атмосферу модного лофта? Уместить все необходимое для загородной жизни на 14 квадратах и грамотно использовать каждый сантиметр второго этажа дома с покатой кровлей? Мы собрали в одном ролике подборку маленьких домов, которые вызвали большой резонанс и фурмчан. И вас тоже не оставят равнодушными. Поехали! Это не просто очень интересный дом. Он интересен тем, что мы создали такой формат, где нет лишних метров. Это небольшой дом, но внутри настолько все вкусно, что те, кто пришли в гости один раз, не остаются равнодушными. Ну а сегодня вы побываете у нас в гостях и увидите все своими глазами. Мы хотели создать емкий формат. Формат жилья, где людям будет не просто комфортно жить, а комфортно его эксплуатировать. Где женам не надо будет целыми сутками проводить за уборкой, спускаясь со второго этажа на первый, а второй опять уже испачкался. Где людям просто комфортно будет жить. Мы опрашивали женщин, мы опрашивали друзей, мы опрашивали знакомых, мы опрашивали там семьи, у которых есть свой дом. Расскажите, как вы живете, без чего вам не так комфортно. А когда мы уже этот продукт более детально упаковывали, мы просто уже к этим людям возвращались с нашими решениями. И, собственно говоря, вот чтобы появилась планировка дома, которая находится за моей спиной, и ее было 40 вариаций. 40 вариаций, разные формы, разные компоновки. И всегда возникали какие-то вопросы. Они к любому проекту будут возникать. Просто какому-то больше, а какому-то меньше. Основная задача создать дом, который будет не просто комфортен для проживания, а еще и комфортен по бюджету. Все-таки бюджет это то, что мы изначально за собой несем. Мы долго думали, с чем мы будем строить дом. Может быть, это будет камень, может быть, это будет клееный брус, может быть, это будет лафет. Но пришли в итоге к каркасному типу домостроения. Почему? Потому что на сегодняшний день это самый, наверное, комфортный по теплотехническим характеристикам дом. Он теплый. Мы не собираем его на улице. Он собирается в заводских условиях, в отапливаемом цеху, где нету никаких осадков. Все. И монтируется он не людьми, а станками. Так как мы говорим о небольшом клубном формате дома, мы ставили такую задачу все-таки объединить, мы называем это домовладение. Дом, наверное, не совсем подходит. Ну, здесь у нас, почему домовладение? Потому что мы соединили дом и соединили землю. Когда мы все это чертили, разрисовывали, что было важно. Человек приходит домой, дома он хочет покушать, посмотреть телевизор, отдохнуть, пообщаться с семьей. Но он все-таки живет на природе. И поэтому здесь основная цель была распланировать участок так, чтобы он все-таки был задействован. Как он обычно бывает. Вот стоит дом, вот стоит какая-то земля, все. И вот ее сколько-то есть. Начинаешь потом думать, кто-то берет себе участок, потом думает, ага, взял 15 соток. В итоге ходят целый день с этим триммером, косят эту траву. Мы хотели сделать еще и участок комфортный. Мы сделали, во-первых, такое достаточно простое решение. Это зона парковки, комфортная. Человек заезжает, здесь спокойно размещаются два автомобиля. И обратите внимание, мы ушли от высоких заборов. Все, накушались уже, не хотим. Люди должны общаться, дружить, разговаривать. Поэтому вот размер забора был выбран метр двадцать в пиковой точке. Дальше мы распланировали небольшие дорожки. Мы предусмотрели классную террасу. Кстати, эту террасу оценили детишки, которые приходили к нам в гости. Вот они прям кто на самокатах, кто просто бегают с какими-то игрушками, с какими-то там... Ну, кайфово все. Вот оно, вот целое поле. 35 квадратных метров этой террасы. И людям вообще хватает за глаза, чтобы вот в том месте сидели родители. А здесь детишки бегали, занимались своим делом. Мы попали внутрь нашего дома. Конечно, мы начинается с зоны прихожей. Мы не стали городить какие-то большие квадраты. Мы сделали небольшую, но достаточно вкусную зону прихожей. Вот передо мной шкафная группа. Это четыре дверки, которые открываются одним нажатием. И вы попадаете внутрь. И самое главное, что здесь же мы разместили наш первый бойлер. Что человек делает, когда он пришел, разулся? Конечно, он идет привести себя в порядок, помыть ручки. И здесь уже зона другая, красивая белая дверка. Нас провожает... Эта женщина, он нравится, он большой санузел. Это наша такая комнатка, где мы, в принципе, предусмотрели все и для всех. Женщины оценят большое зеркало с подсветкой. Раз. Где можно прийти в порядок, поправиться. Все. Красивая столешница. Столешницу, кстати, взяли из стекла. Было много вариаций, но стекло как-то вот... Во-первых, удобно его убирать. И оно достаточно такое красивое, приятное на ощупь. Теперь мы заходим в сердце нашего дома. Это кухня-гостиная. Кстати, обратите внимание, по площади она всего лишь 25 квадратных метров. Но нам удалось ее прям вот наполнить всем. Мы видим простой, но достаточно комфортный кухонный гарнитур. Здесь у нас умещается и варочная панель. Здесь место для духового шкафа и для СВЧ-печки. Здесь у нас место для посудомоечной машины. Встроенный холодильник. Ну и, конечно, шкафчики для посуды и для кухонной утвари. Кто-то, может быть, там скажет, что спальня должна быть 20 квадратов, 30 квадратов. Ну, для кого-то, может быть, и должна. Но, опять же, больше квадратов – это больше финансовых затрат. А мы решили полностью уйти от лишних денег. Папки, папки, х**, папки! Что касается наших спален, на этом не заканчивается. У нас их в этом доме три. Две на первом этаже. Но мы больше называем ее детской, потому что, когда мы проектировали дом, мы ставили задачу еще, где детишкам, которые там 2, 3, 4 годика, им большого объема не надо, им нужна какая-то такая классная спаленка, где они будут проводить время, и они будут закрыты от посторонних глаз. Ну, детишки же любят играть. Мы выделили для них небольшую зону. Здесь всего лишь 7 квадратных метров. И здесь также был предусмотрен вот такой замечательный гардероб. Посмотрите, какой объем. Здесь можно укомплектовать все детские игрушки. Внизу на первом уровне мы разместили систему водоочистки. Кстати, водоочистка это такая вещь, на которую я вам советую обратить внимание. Потому что, как правило, когда ты покупаешь землю, в поселках вода не всегда идеальна. И вот эту историю надо предусматривать. А я вам напомню, что этот дом до 100 квадратных метров. И здесь у нас располагается еще одна спальня. Ее площадь 19 квадратных метров. За счет того, что все-таки здесь покатая кровля, мы также все-таки решили восполнить пробел с местами хранения и в этом помещении. Справа и слева от меня такие серые дверки. Это шкафные группы. Мы можем каждую открыть, и вы увидите, что здесь полноценные места хранения во всю длину помещения. Посмотрите, какая красота. Самостоятельная отделка крыши – задача рисковая даже для опытных самостройщиков. Вспомним, как с ней справилась Тимика. С первых месяцев строительства она оставила теплую квартиру в городе и переехала на площадку. Дом мы строили с мужем вдвоем, сами. Не привлекали никакие службы, никаких строителей. В общей сложности ушло у нас 9 месяцев. Фундамент у нас из блоков. Муж посчитал, что это надежный фундамент. И решили строить каркасный дом, потому что он дешевле, быстрее возводится. Так как у нас дом для постоянного проживания, мы здесь живем постоянно, мы решили все-таки выбрать гибкую черепицу, потому что вот эти шумы всякие, дождь и все вот такое, чтобы у нас все-таки этого не было, чтобы изолировать как-то от всего постороннего шума. Выбрали гибкую черепицу, уложили тоже ее сами. Хотя изначально я тоже мужа просила, говорю, давай все-таки наймем каких-то строителей, которые в этом разбираются, все-таки высоко опасно. Такие, давай попробуем. Посмотрели видеоролики и решили сами. То есть соседи над нами смеялись, говорили, мы в вас не верим сначала. Потом все-таки получилось все отлично. То есть мне нравится наша работа. Я психовала очень жестко. Я выкидывала с крыши вот эти вот листы, потому что я их ложила, прибивала, и мне что-то не сходилось. Муж сделал с той стороны крышу, вот с этой стороны я делала. Причем здесь вот эта вот пристройка, на ней было удобно стоять. То есть я стояла на ней, прибивала, то есть летели в разные стороны молотки и гвозди, потому что я несколько раз я спускалась, психовала, я не буду это делать. Отворачивалась, обижалась, уходила. Вот, ну а кто будет вместо меня это делать? То есть мы вдвоем. Я записывала видео, как вообще идет процесс. Ну и в конечном счете все получилось, и мы рады. Так как у нас дом с вторым светом, очень скат такой резкий, и было сложно именно утеплять утеплитель. У нас минеральная вата такой, от него все чешется, то есть мы одевали эти респираторы. Было жарко на улице, это был август месяц. Мы заходили, там муж наверху, я внизу, это вся пыль летит. Причем надо было все это, конечно, дома убрать, так как мы там жили. Это все потом пылесосилось, каждая дощечка с двух сторон, с трех там, со всех сторон. Вот, и вот самый такой, наверное, это даже не то, что яркий момент стройки, а сложный момент для нас показалось, это вот утепление крыши. Все остальное, в принципе, возможно, если приложить немного усилий, как-то не бояться, и все получится. Изначально, то есть мы хотели, второй свет, это был у нас прям в планах, вот лофт-пространство, которое наверху. На сегодняшний день мы бы, конечно, увеличили размер дома, и немного планировку поменяли. Муж вообще за то, чтобы убрать второй свет, он прям категорически сейчас против, говорит, надо было делать нормальный второй этаж полноценный. Вот, я все-таки люблю второй свет, мне нравится. Делали бы, наверное, общую крышу над домом. Как недостатки деревенского дома превратить в оригинальные решения для интерьера? Идеи Юлианы также не оставили равнодушным наших зрителей. Вот эта часть дома, она старая, и, возможно, вероятно. Когда-то осел фундамент, и поэтому здесь есть небольшой такой склон во всей поверхности дома, и это сильно ощущается в коридоре, вот в этом темно-бордовом, когда по нему проходишь, у тебя ноги ставятся вот так вот, вот так вот, вот так. И всю мебель приходится немножко регулировать так или иначе. По уму, да, нужно было бы начинать с того, что построить фундамент, или его починить хотя бы, и сделать крышу, и начать отделку дома. Но мы приняли решение переехать, это была зима, и мне хотелось успеть за сезон сделать внутри хотя бы так, чтобы было здесь приятно находиться. Поэтому мы решили уделить внимание именно отделке внутри. Основную концепцию, основную идею я вообще сразу придумала. Я понимала, что у меня основные комнаты будут светлыми, потому что мне очень хотелось, чтобы они были фоновыми, и не подчеркивать какие-то, ну, архитектурные такие, ну, недостатки, скажем, как те же окна, как батареи, радиаторы под окнами. Вот, но я потом пришла к тому, что если ты не можешь от чего-то избавиться, либо сделай на этом акцент, если оно не будет там дорого-богато, но оно будет максимально странненько, и за счет этого уже создастся какой-то интерьер. Мы решили не менять планировку, потому что хотелось, основная задача была ремонт сделать очень быстро. Потому что мы хотели сделать его за сезон и уже начать жить в какой-то такой приятной атмосфере. И мы решили не избавляться от батарей, которые мне не нравились. Мы решили как бы не сносить какие-то перегородки, потому что все бы это отняло время и деньги. Мы решили оставить планировку такой, как она была. Вот эта комната, она была самой первой, которую мы сделали в этом доме. Мы приехали и сделали ее практически за 4 дня. Здесь раньше была розовая плитка на стенах, на полу, везде она была розовая. И я приняла решение, что от нее нужно избавляться. И когда мы всю ее обтрушили, распотрошили, нам открылось очень интересное дерево здесь. Я поняла, что дом внутри деревянный, и кусок стены, который раньше был печкой, кирпичный. И мне показалась хорошей идеей будет все закрасить в один цвет, тоже достаточно темный. И друзья, когда приходили, они такие говорят, типа, а это что, грунтовка? Это первый слой краски, так оно и будет. Ну и все недоумевали, никто не верил, что здесь будет что-то такое интересное. И потом те же друзья, когда к нам пришли в гости, говорят, типа, ну теперь у вас как в московском клубешнике. Можно ли представить, что в этом доме умещается кухня, спальня, туалет, душ, бойлер и место для хранения инвентаря? Хозяин этого мини-дома точно знает, как распределить все необходимое на крошечной площади без ощущения тесноты. Вот у меня дом, но без колес, но он из крошечных домов из серии Тони Хаус. Дом размером 4 на 2,5 метра с верхним антресольным этажом, спальное место. Всего получается около 14 квадратных метров. Когда я говорил о том, что у меня дом около 14 квадратных метров, мне некоторые говорили, что у них ванная больше. Но извините, ванну, конечно, легко сделать на 14 квадратных метрах, а вы попробуйте уместить вот это все вот в таком маленьком доме, и чтобы вам было комфортно. Строительного опыта у меня абсолютно никакого не было. У меня не было ни инструмента, были какие-то простые шуруповерты, которые для бытовых целей. По фундаменту я решил, что надо сделать что-то быстрое, своими силами. Поэтому фундамент столбчатый, для такого маленького дома, в принципе, он подходит. Сам дом каркасный, каркасный, стены небольшие, можно поднимать одному. То есть здесь уклон был на то, что максимально все работы надо сделать одному самостоятельно. В начале стройки я запроектировал и сделал место для хранения. Что у меня здесь такое? Здесь мини-мастерская и размещение всего инструмента. Здесь и крепеж, и инструмент, и самое главное, здесь гидроаккумулятор, который я вынес из дома и разместил его здесь. Заходим в дом, есть зона отдыха при необходимости. То есть есть такая скамейка, которая может быть спальным местом. Если приехала вся семья, она размещается наверху на спальном месте. И здесь есть скамеечка, на которой можно заночевать. Есть кухонная зона. Когда я приехал и посмотрел, сколько стоит в Икеа кухонный уголок, то я подумал, в принципе, что я могу сделать это и сам. Вдохновившись на Ютубе, я поехал в Леруа, распилил фанеру. И потом собрал ящики на косой шуруп. А сверху столешница из ясеня, покрытая маслом. Есть светильник, который я сделал сам. Это брошированная лиственница для декора щучка. И вот такой вот красивый букетик. Высота чуть больше двух метров. В принципе, это видно даже вот по двери. Изначально я хотел холодильник меньшего размера, но потом подумал, что лучше брать с запасом. И поэтому место для хранения сверху получилось чуть скромнее, но зато большой холодильник. Значит, что у нас здесь за дверью? Здесь за дверью душ, раковина. Сделал сам тумбочку для раковины. Бойлер на 30 литров. В принципе, его достаточно на всю семью. И самое главное, туалет. Есть лестница на антресоль. Вот такое решение. Других решений в голову мне не пришло. Значит, как это выглядит? Для того, чтобы было места больше, я ее чуть приподнимаю и креплю. А когда надо залезть наверх, она вот просто ставится на пол и можно подняться наверх. При необходимости эту лестницу можно снять. Есть защитные крюки. Они защищают лестницу от того, что она куда-то упадет. Здесь не тесно. Почему? Потому что высота в коньке 3,20 и большое окно. А большое окно, оно дает ощущение простора. Ты сидишь напротив окна, и ты как будто на природе. У тебя вот единение с природой, и нет вот этого закрытого пространства, давящего потолка. Стоимость этого дома ориентировочно около 150 тысяч рублей. Это на 2020 год. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях, чьи решения вам понравились больше всего. Субтитры подогнал «Симон»!